Третий урок у нас будет касаться, собственно, технологической такой составляющей. Третий урок информационной войны посвящен эволюции систем передачи данных. Здесь важно понять, что информация и раньше передавалась и тысячи лет с помощью различных способов. Но наша задача представить небольшую решетку, как изменилась система передачи информации на протяжении тысяч лет. Ну, начнем с Древнего Египта, наверное, что там появились первые письменные свидетельства той цивилизации, которые фиксировались на папирусах. Дальше, собственно, появилась на Руси перистенные грамоты. И они до сих пор находят, где фиксировали какие-то события из жизни. То есть были определенные печатные источники. Затем, ну, еще до этого, вы, наверное, слышали о так называемых законах Хамурапи, где клинописью выбивали определенные информационные потоки. Если кто из вас бывал или будет в Риме, ну, кто бывал, помнит, наверное, на табулярии, где на глиняных дощечках там издавались определенные законы Римской империи, все это хранилось. Вот это были те формы сохранения и, главное, передачи информации. Но длительное время, конечно, они были в очень маленьких объемах, эти информационные потоки. И главное, что большинство населения не могло ими пользоваться и владеть. И, собственно, вот здесь ключевой момент, ну, в этом смысле истории информационной войны. Это середина 15 века, город Майнц, это на территории Германии, где появляется печатный станок Гутенберга. И вот это началась, собственно, революция в системе передачи информации большому количеству людей. Через некоторое время было изготовлено 200 экземпляров Библии. То есть, вот, обратите внимание, ну, если посмотреть, что до 1454 года, ну, почти полторы тысячи лет от рождения Христа, то все эти записи, они велись единицами, были отдельные экземпляры, и, наверное, их и в целом не было 200 во всем мире. И здесь один тираж 200 экземпляров Библии. И таким образом, вот, появление печатного станка Гутенберга привело затем к появлению газет, журналов, ключевое. И здесь вот я хотел, чтобы вы запомнили. Газета — это от итальянского слова «газета», которая давалась за газеты только рукописные, которые были в Венецианской республике. Вот сейчас Венеция приняла решение об отделении вместе с другой очень известной частью, городом Верона, где там Ромео и Джульетта, 84% в области Венеции, ну, там два крупных города, это Венеция и Верона, они приняли решение, правда, неофициальное референдума, голосование 84%. Было неожиданным, 32 активиста этого референдума уже арестованы в демократической Италии. Ну, и посмотрим, как будут, собственно, развиваться события. Ну, власти реагировали на это как на казус, но когда результат вот оказался таким, то, конечно, собственно говоря, это вызвало вот шок политический, неизвестно, как будет развиваться ситуация в этих красивейших городах Италии. Но затем от рукописных газет перешли вот к печатным газетам. Вторая буква «Т» как бы отпала для сокращения. И сегодня вот слово «газета» — это той монеты, которую давали за рукописные экземпляры газеты, которые издавались в Венецианской республике, в Венеции. Затем появились журналы, ну, и можно отметить, что в Российской империи первая газета — это 1703 год, почти сразу после создания города Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербургские ведомости». Сегодня «Ведомости» одна из таких ведущих газет, наряду с «Коммерсантом» в России, восстановлена, скажем так, уже вот в недавний период времени. Затем следующий этап, очень важный, это появление в 1847 году… Чего, как вы думаете, кто скажет? 1847 год. Как вы думаете? Нет, радио тысячи… Вот следующий этап. Телеграф. Вот видите, врач-терапевт у нас замечательно помнит, что в 1847 году появился телеграф. И затем смогли протянуть подводный кабель телеграфный между Европой и Соединенными Штатами Америки. И вот это явилось тоже лиционным событием, когда информация стала перебрасываться на расстояние. Вот это тоже важнейшее достижение человеческой цивилизации. Затем появление как раз телефона, тоже это важное событие, 1870 год. Затем 1895 год, это радио. Кстати, первый опыт прошел где? В России, Попов. А где, в каком месте? В Санкт-Петербурге, между Питером и Кронштадтом. Там расстояние было 7 километров, Кронштадт-база военно-морского флота. Вот, собственно, первый успешный проект. Затем в 1927 году появляется первая радиостанция BBC, и, собственно, появляется эра радио. Затем телевидение. Интересный феномен телевидения, что первые телевизионные приемники или телевизоры появились одновременно почти в двух странах. Это Германия и СССР. У нас в Нижнем Новгороде, у них там в Бремени. Но война, так сказать, она не дала возможности развиваться телевидению ни германскому, ни советскому. И первое телевидение появилось в 1949 году в США. Но телевидение представляет собой не только радиоприемник, а телевизионные передатчики и приемники, а целый комплекс мероприятий. Но здесь мы фиксируем, что если 1927 год это радио, то появление уже радиостанции. 1949 год телевидения. Следующий важнейший этап – это, конечно, появление интернета. Владимир Путин, встречаясь с журналистами в Питере, сказал, что интернет создавался под контролем американских спецслужб. Яндекс, кстати, крупнейшая наша поисковая система, тот же под вражеским влиянием. После этого заявления акции Яндекса упали на 6%. Вчера же, ну и дальнейший, посмотрим ход событий, как это будет развиваться. То есть вот влияние, скажем так, информационного сообщения уже на финансовые, экономические определенные процессы. Таким образом, интернет, его история такова. 1969 год – это создание военной сети ARPANET, Министерство обороны США, когда были ВМ соединены между собой. Затем появление персональных компьютеров, которые были внедрены уже в ВМ и систему. И в 1986 году эта сеть стала двойного назначения. Но она, опять напоминаю, была создана, ее базисная основа Министерством обороны Соединенных Штатов Америки. 1991 год – появление электронной почты. И, собственно, это и есть появление интернета. Далее Владимир Путин об этом говорил, что американцы по-прежнему не хотят отдавать контроль над интернетом в международное ООНовское пространство. Соединенные Штаты Америки категорически отказываются, несмотря на ряд решений ООН, передать технологическую управляющую составляющую в руки международного сообщества. Это вот как раз, собственно говоря, важнейший компонент безопасности этого пространства. По численности интернет любопытно для нас представить. Я бы написал эти цифры, чтобы понять, вот видите, от станка Готенберга в 15 веке мы вышли только, если посмотреть, там 1454 год, ну допустим, 1870 год – это телефон. Ну там, ну почти приблизительно 400 лет, да, вот, скажем так, рывок, а если посмотреть, вот интернет, вот обратите внимание, 1994 год, в России 200 тысяч пользователей интернет. Если посмотреть 2014 год, это сколько лет прошло? Всего 20 лет, здесь 470 миллионов, то есть мы видим колоссальное увеличение практически 50% населения страны, если учесть, что большинство пользователей интернета – это молодые люди до 35 лет, то есть по соцпросам 85% студентов, ну, используют интернет и соцсети как основной способ, так сказать, общения, то есть это абсолютное большинство. И вот в этом аспекте важно понять саму динамику, как бы, распространения информации. Ну и вторая цифра очень важная – это появление 1980-й год первого глобального телеканала CNN, который сейчас мы уже обошли, значит, с помощью нашего Russia Today. CNN, 1980-й год, Московская Олимпиада. Я как раз был участником ее, но не как спортсмен, а как сотрудник безопасности, обеспечивал безопасность. Я видел там как раз Тернера первого человека. И здесь, который создал CNN, важно понять, что какое пространство – 1980-й год и 2005-й год. Сколько прошло времени? 25 лет. 25 лет. А что их отделяет? Russia Today появляется. Вот. Через 25 лет, когда мы говорим, когда мы начнем, ну мы начали, но теперь мы долго запрягаем, но быстро едем. В 2013 году, да, то есть спустя сколько тут, 8 лет, Russia Today по объему просмотров видеороликов в YouTube обходит CNN, причем на порядок. То есть, вот это вот важно как бы показать, что с точки зрения стратегии мы, собственно говоря, единственное, я могу сказать, что ко мне прислушивались, но слабо. Я вот английский язык они ввели, потом, значит, арабский, испанский. Я требовал на русском ввести, ввели, потом я требовал на китайском, ну вот сейчас частично вводят, и я требовал 5 лет назад на украинском начать вещание. Но видите, пока не начали. Мы могли бы как бы обойтись вот без этих потрясений, если бы туда давалась альтернативная точка зрения. Но сам по себе очень важный факт, что Russia Today блестящую информационную команду CNN уже, можно сказать, обошли. Это вот говорит нам о том. Ну и здесь еще важно напомнить об этих каналах других глобальных. Это Euronews, 92-й год создан, штаб-квартира город Леон, Франция, Аль-Джазира, 96-й год. Но здесь важно понимать, что Аль-Джазира это не катарский, собственно, канал, это британская BBC, это арабская редакция BBC. В полном составе, во главе Томас Парсон, англичанин. То есть это, собственно говоря, полностью британский проект, и важно понимать, что информационная политика, она соответствует интересам Великобритании. Ну и с глобальных каналов можно назвать еще Франц. 24 Франция начала, при широке еще проекты. И, конечно, китайский телеканал, который тоже достаточно эффективно действует. Вот это глобальные телеканалы. Ну и информационное агентство, важно говорить, первое это Associated Press, американское. На втором месте, кто скажет, какое журналисты тут же есть. Британское, скажу. Ну, BBC, это радио и телевидение. Нет, это газета, Times. На букву R подсказываю. Рейтер. Да, точно. Хотя его первая фамилия была Джулиус Ройтер, потом он переехал из Германии и модифицировал свою фамилию. Это Рейтер. Да, на втором месте. Разницу еще вывестили между телеканалами и информагентствами. Информационные агентства. Очень простая разница. Хотя вопрос интересный, что сегодня и Тартас, допустим, информационные агентства, он тоже делает видеосюжеты. Но, конечно, основное отличие телеканала, это все-таки оперативная подача телевизионных новостей, телесюжетов. А основная задача информационного агентства, это оперативная подача информационных сообщений, собственно говоря. То есть текстовых сообщений. Вот это, конечно, принципиальное отличие. Конечно, телевизионные сюжеты делать тяжелее, потому что, собственно говоря, нужно снять, перегнать материал и так далее. Ну и Тартас, наши считаются, там дальше, Франспресс, ДПА на пятом месте, немецкая. Мы, как бы, оценили всегда на четвертом месте, советская, российская, скажем так, из информационных агентств. Тем самым, вот, если посмотреть еще раз, вот, эволюцию информационного, да, то есть, если опять 1454 год, ну, как некий рывок, да, до 2014 года, то здесь вот все. Вот здесь вот посмотреть, вот наш мобильный телефон, телефон, да, ну, любого там, уже не совсем мобильный телефон. Там есть доступ в интернет, смс-ки это и есть, собственно, те телеграфные сообщения, которые там передавались раньше, там, если видели такие бобины там и так далее. Собственно, смс это и есть уже модернизированная форма телеграфа. Сама возможность введения телефонного разговора, и не только телефонного, еще и фотографирования, и, там, диктофон, и еще, еще, еще. То есть, конечно, собственно, современный мобильный телефон – это возможность введения коммуникационного обмена. И в этом как раз специфика, что если тогда были средства, ну, с помощью книг, газет воздействовали только, ну, на одну из рефлекторных систем человека, то сейчас, конечно, вот эти средства, они специфика в том, что если 70 миллионов пользователей интернет, мобильных телефонов в России, чтобы вы знали, у нас более 100 миллионов человек, то есть на каждого, значит, почти, так сказать, взрослого человека, там, относительно, есть, там, некоторые цифры были 111, некоторые 120, ну, то есть все взрослое население имеет. Современные телефоны – это, собственно, средства коммуникационного воздействия и принятия информации. И здесь специфика в том, что уже сегодня в доле секунды, там, да, ну, человек попадает в информационное внешнее пространство, которое на него оказывает воздействие. Вот в этом, конечно, определенная специфика и возможности. И возвращаясь к первой лекции, я напомню, помните, четырехминутные ребята Комитета информации Соединенных Штатов Америки, тогда они собирались по кинотеатрам и, скажем так, говорили эти четырехминутные речи. Сейчас достаточно одному человеку подготовить этот текст и там в течение, там, минуты он будет доступен там миллионам, а может быть даже миллиарду человек. Ну, я уже не говорю о Ютьюбе, о социальных сетях, которые тоже являются, конечно, феноменом, но надо понимать, что и Фейсбук – это абсолютно американский проект и, скорее всего, проект Агентства национальной безопасности США. Обратите внимание, вас всегда спросят, там, жената вы разведены, что вы закончили, кого вы там знаете, то есть свой телефон еще, то есть малейшую информацию. А потом она вся, как бы, складируется и находятся в очень серьезной взаимосвязи. И это, конечно, элемент, так называемой, легальной разведке. И, конечно, Сноуден частично раскрыл все эти механизмы введения тайной слежки, собственно, за большим количеством людей. Это определенная угроза. Но главный вывод из третьего урока можно сделать следующий, что если тысячи лет назад люди стремились передавать информацию, но эволюция была не такой масштабной, но если опять в село Костенки 50 тысяч лет назад, то мы только лишь там, ну, через 49,5 тысяч лет вышли, хотя на печатный станок. Хотя в Корее я вот там бывал, там они гордятся тем, что там первый печатный станок они там построили во втором веке нашей эры. Ну, он, как бы, там, новатора не поняли и развитие, так сказать, это не получило. Ну, они, вот, корейцы, как бы этим гордятся, что они были на стрии. А теперь обратите внимание, что, собственно, за последние 600 лет произошел вот гигантский. А если взять из этих 600 лет, собственно, если мы возьмем вот появление телеграфа 1847 год и 2014, то есть тут фактически 160 лет, где произошла колоссальная вот информационная революция с точки зрения передачи информации, вот это, конечно, собственно, феномен. И мы, безусловно, движемся к новому этапу развития человечества. Ну и три контрольных вопроса. Первый доктору все-таки в каком году был телеграф? В 1847-м. Когда появилась электронная почта, Алан? Электронная почта. Да. 91-й, да. Печатный станок Гутенберга в каком городе? Майнц. Германия, да. Там, кстати, есть памятник, если кто будет, то есть там на берегу реки, где-то метров 70 как раз. А в России был кто книгопечатником первым? Федоров, да. Ему тоже есть памятник недалеко там. А вот это, собственно, основной вопрос. Моя задача была показать, что, видите, 49 тысяч лет, да, ну, то есть, двигалось, двигалось, развивалось. Но здесь, собственно, вот за несколько сот лет колоссальный как бы рывок. Я думаю, что мы, раз уж затронули, это отдельная тема, но здесь просто вот термин «ноосфера», который ввел Вернадский в 945 году, он приобретать будет все больше и больше, собственно, значения, потому что идет формирование, ну, принципиально новой какой-то оболочки, которая состоит вот из социально-биологических сетей, передающих информацию, и идет изменение, конечно, сознания людей. Это, конечно, большая проблема духовная и философская, которую человечеству необходимо решать. На этом мы наш третий урок заканчиваем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова